Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов, которые могут привнести немного больше волатильности, ну может быть которой вам не совсем нужно, как и всем, учитывая то, что рынок показывает самое настоящее новогоднее ралли. Это заметно по тому, как валится американский доллар и как растут рисковые инструменты. Но возможно дополнительного фундаментального топлива будет не лишним, чтобы уж точно создать условия для того, чтобы тот же самый индекс доллара добрался до нашей долгосрочной психологической цели на отметке 100 пунктов ровно. Сегодня будем следить за данными по первичным заявкам на пособие по безработице. Этот релиз выйдет в 13.30 по GMT. Далее в 15.00 по GMT отчет по количеству сделок продажи жилья. То есть сектор недвижимости нас тоже интересует и каждый отчет мы стараемся особо внимательно сейчас анализировать, разбирать, потому что фактически рынок недвижимости это сектор, который на передовой негативного влияния ключевой процентной ставки. Об этом также уже очень много говорилось. И в 15.30 данные по запасам нефти США, учитывая сколько нефти сейчас добывается в Штатах, это рекордные уровни, которые превышают 13 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что логично нам сейчас говорить о высокой вероятности роста запасов, что будет негативно уже влиять на котировки Brent и WTI. Ну то есть потенциальный негативный фактор на рынке нефти может объявиться, а то, что Brent так и не смог прорваться выше 80 долларов за баррель, лично для меня сигнал того, что продавцы никуда не делись и при любой удобной возможности пытаются перехватить инициативу и соответственно развернуть актив в сторону тех ориентиров, которые мы обозначали ранее. Давайте по порядку индекс доллара 100.50. Я думал, что в этом году мне не удастся уже констатировать такие уровни, но мы видим то, что видим. Идеальный просто сценарий, прекрасное развитие событий, рынок раздает деньги, рынок движется именно в тех направлениях, которые ранее были нами определены. И что-то подсказывает мне, учитывая как активно развиваются события, что текущие котировки, ну максимумы локальные по рисковым инструментам и в данном случае многомесячные минимумы по доллару, это еще не предел. И до конца этого года, сегодня-завтра, индекс доллара может все же протестировать поддержку 100 апунтов ровно. Я думаю, что как раз в текущих условиях нужно надеяться на какое-то чудо, опять же развитие влатильности, нужно визуализировать, верить то, что это будет подарком для продавцов долларов, потому что, ну пока действительно новостной фон точно располагает только лишь такому направлению движения. И потом мы сейчас в условиях низкой ликвидности, когда те же самые первичные заявки на пособие по безработице могут стать по масштабу воздействия на рынок, отчетам, например, сроднись с данными по non-farm pearls, которые, кстати, мы ожидаем уже на следующей неделе. Главный релиз, который все-таки убедил трейдеров в шортете доллар за последние недели, это индекс расходов на личное потребление. Предварительный индикатор инфляции, мы помним, было зафиксировано снижение с 3,4 до 3,2%, и это убедило как раз трейдеров в том, что инфляция идет на убыль в США. Приближается постепенно к цели в 2%, что лишает американский регулятор аргументов сохранять, продолжая жесткую монетарную политику. Поэтому мы, в принципе, уже не первую неделю готовимся к смягчению политики, к снижению ключевой процентной ставки. И всегда делаем отсылку на FedWatch Tool, который как раз и оценивает вероятность снижения ставки. Так вот, сейчас эта вероятность 73%, и я думаю, что после сегодняшних данных по первичным заявкам на пособие по безработице, где ожидается рост их числа, и после выхода данных по рынку недвижимости, количество незавершенных сделок тоже ожидаются не самые лучшие цифры. Вероятность станет еще выше, и мы точно получим как раз еще один стимул, аргумент в рамках текущей торговой сессии, чтобы отправить индекс доллара к уровню 100 пунктов ровно. Также хочу отметить вчерашние комментарии президента ФРБ Далласа Каплана, который является довольно авторитетным представителем американского регулятора о том, что сейчас Федрезерв может совершить ровно ту же самую ошибку, как совершил, которую совершил после ковида, когда начал активно снижать процентные ставки и заигрался с этим моментом, упустив возможность либо уместные сроки, когда ставку нужно было уже поднимать. И это привело к серьезному росту инфляции, с которой борются американские регуляторы. Сейчас ФРС находится на противоположной стороне, и, соответственно, если он не примет правильное решение в текущих условиях, а решит поддержать ставку высокое, это будет иметь такие же негативные последствия для экономики, как и отсутствие верного решения после ковида, когда нужно было своевременно ужесточать монетарную политику. Это тоже акцент на то, что Федрезерву нужно снижать ставку и не ждать погоды в море. Делать это уже по итогам мартовского заседания, о чем мы, собственно, уже и говорили. Золото 2086 долларов за тройскую унцию. Вполне возможно, что сегодня-завтра можем увидеть золото в районе 2100 долларов за тройскую унцию. Пока что это все располагает, снижение доллара. Низкие показатели доходности американских облигаций, конечно же, рыночный сантимент. Сейчас 27% трейдеров находятся в длинных позициях. Это подавляющее меньшинство и прям самый, наверное, весомый аргумент сейчас, чтобы удерживать длинные позиции и верить в новые локальные максимумы. Евро против доллара 1.1113. Наша цель достигнута, поэтому я предлагаю евро уже не рассматривать в качестве инструмента для портфеля. В ближайшие торговые сессии лучше сфокусироваться на индексе доллара. Европейская валюта получила поддержку после того, как рейтерс опубликовали очередной опрос, с которого следует то, что ИЦБ перейдет к снижению процентной ставки, но лишь в конце 2024 года. То есть гораздо позже, чем это сделает американский регулятор. И, собственно говоря, лагард глава ИЦБ ранее отмечала, что чиновники пока даже не стали обдумывать возможность корректировки монетарной политики. Хотя, если вспомним риторику Федрезерва, Паул тогда дал понять, что руководство американского регулятора думает сейчас об уместных сроках первого именно шага, который будет направлен на осмягчение национальной монетарной политики. Британская валюта 1.2810 до нашей долгосрочной цели 1.30 остается 190 пунтов. Как и ранее, опять же, мы ожидаем то, что Банк Англии может остаться и может даже будет единственным регулятором, который пойдет на дополнительное повышение процентной ставки. Последние предварительные данные по активности потребителей свидетельствуют о том, что ронечные продажи в декабре выросли еще на 4%. Как раз об этом предупреждал то, что в сезон, разумеется, праздников потребительская активность растет. И ноябрь-декабрь могут оказаться по потребительской активности как раз тем самым периодом, который вполне разгонит дополнительную инфляцию и заставит британский регулятор пойти на еще одно повышение ключевой процентной ставки. Хотя в отношении Банка Англии я уверен в том, что может быть еще одно повышение процентной ставки, так же, как и в ситуации с Резервным Банком Австралии. Здесь интересный момент заключается в том, что заседание Резервного Банка Австралии состоится уже на следующей неделе. Ставка сейчас 4,35%, но инфляция, друзья, 5,2%. Я почти уверен, что регулятор согласует либо на этом заседании, либо на следующем еще одно повышение ставки. И это позволит паре австралийцев против доллара достичь сопротивления 0,70. Доллар иена 141,20. Ждем тестирования поддержки 140 иен за доллар. Потом уже будет все зависеть от комментариев Банка Японии. Соответственно, созреет ли он на то, чтобы нормализовать монетарную политику. Но в текущих условиях мы видим то, что рынок больше хочет и нравится ему отрабатывать идею именно слабости доллара, потому что даже в этом-то эти финансовых активов, по сути, обвал американской валюты стал причиной развития нисходящей динамики. Американский фондовый рынок 4838 пунктов по СНП. Мы приближаемся к цели 4900 пунктов. Я думаю, что она также будет достигнута уже в ближайшей торговой сессии. И рынок нефти 79,48. Как уже отметил сегодня на повестке данные по запасам нефти США. В случае увеличения запасов давление на котировки может усилиться. И вполне возможно, что все-таки под конец этого года коррекция возобладает и бренд вернется в район 78-77 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!